Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Миллион на троих. Анапские тосы стали лучшими в крае и получили грант на благоустройство и реализацию социальных проектов. Вывели из тени. Торговцы левым алкоголем после проверок городских властей сворачивают свою незаконную деятельность. Единство наций. Завтра в Анапе пройдет фестиваль культур, кульминацией которого станет концертная программа. На территории Краснодарского края продолжается двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. В его рамках 16 апреля состоится всекубанский субботник. Еще раз о том, какие задачи стоят перед руководителями подразделений по каждой закрепленной территории для успешного проведения субботника, речь шла на заключительном оргкомитете. Правляющим компаниям, например, необходим чернозем. Чернозем есть? Так, не вопрос. Говорите, сколько нужно чернозема? Хотя бы один КАМАЗ. Хотя бы один КАМАЗ. Только чернозем. А не блин, который на каждой точке. Нет, чернозем. Мы сейчас переговоримся и не строим, чтобы машину чернозема Ореховскому записывать. Поручение КАМАЗ-Чернозема в управление домами направлено. Другие управляющие компании, кому какие, кому какая нужна помощь. Естественно, цветы деревья приобретайте сами, ну а землей, если нужно, поможет. Цель комплекса мероприятий, который в настоящее время проводится, активизировать работы по подготовке к курортному сезону и обеспечить должный санитарный порядок, выполнить меры по благоустройству и созданию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте и на территории сельских округов. У себя на территории, то есть вот так, все лесополосы, которые у них есть на территории сельских округов, выходят предприятия на территории сельских округов, которые есть, в обязательном порядке главы сельских округов должны пригласить на участие в субботнике. На субботник по традиции приходят с детьми и родственниками, коллегами по работе, выражая тем самым свою любовь и заботу о родном городе. С утра и до обеда намечено очистить от мусора пляжи, парки и пустыри, и действуя свои координаторы, отвечающие за уборку территории, будут согласовывать с погодой. По прогнозу, дождь после обеда, так что место встречи на субботнике остается неизменным. И к другим темам. В Темрюкском районе подвели итоги деятельности органов территориального общественного самоуправления прибережных территорий, а также Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Краевые власти отметили работу анапчан. Три тоса нашего курорта получили в общей сложности 1 миллион рублей. Деньги пойдут на благоустройство улиц. Работа в территориальном местном самоуправлении как образ жизни. Даже в автобусе по пути на Тамань делегаты от Анапы смотрели, где и сколько высадили цветов и деревьев. Дома что стоит подправить, а в гостях что перенять. Три анапских тоса победители краевого конкурса получают благодарственные письма от региональных властей. К ним прилагается в общей сложности 1 миллион рублей, который пойдет на благоустройство в социальные проекты. Занявший третье место тос номер 6 получит 200 тысяч рублей. Его руководитель Людмила Шмакова уже точно подсчитала, что денег хватит, чтобы высадить 90 деревьев на Крымской, Астраханской, Новороссийской и Терской улицах. В тос номер 150 планируют потратить полмиллиона за первое место на благоустройство и строительство спортивной площадки во дворе дома по адресу Ивана Голубца 103. Почти аналогичные планы в Субсехе, где ожидают 300 тысяч рублей. Мы будем строить комплекс в селе Варваровке, обустраивать его. Мы в прошлом году выиграли конкурс, благоустраивали спортивную площадку. В этом году мы ее будем расширять. Сергей Муханин отметил, что ТОСы помогают бороться с незаконным строительством, стихийной торговлей, детально зная реальную обстановку на местах. Наш город лучше, Анапа. Мы должны сделать такую изюминку, которая будет самой лучшей, самой красивой, чтобы к нам ехали люди. Наш город принимает столько гостей. У нас до пяти миллионов людей приезжает в один сезон. Поэтому мы с каждым годом стараемся сделать краше, лучше. И огромное спасибо Сергею Павловичу Сергееву за то, что он обращает внимание на нас и за то, что он помогает нам в этом. Представители краевых властей говорят, что взаимодействие с органами ТОС сегодня один из существенных критериев оценки деятельности муниципальных властей. На итоговом совещании, как один из примеров, привели форум под девизом «Мы вместе, мы рядом, мы сила», который прошел в Анапе по инициативе городской администрации. На мероприятии собрались около 500 человек из 30 муниципальных образований Кубани, Ялты, Республики Крым. Участники фестиваля принимали участие в работе четырех секций тематических. Вот тот самый научный подход, который начинаем применять к организации вашей работы. На стенде Анапы брошюра с методическими указаниями по организации деятельности ТОС. В ней систематизирован опыт работы в данном направлении. Зам. председателя законодательного собрания Кубани, захватив попутно книгу с кулинарными рецептами, пообещал показать обе участникам совещания. И показал. Молодцы начальник. Умеют и работать, и публиковать. И если в Анапе люди ответственно взялись за это дело и понимают, что порядок, красота, удобство в городе зависят от нас самих, объединивших вокруг власти, вокруг квартальных. Они взялись за эту работу и делают город красивым, привлекательным, комфортным. Оценка только отличная в такой работе. Краевые власти говорят, что рассчитывают на ТОСы в борьбе с самостроями, помощи в разъяснении тем, кто не платит взносы на капремонт, что делать это необходимо. В администрации Анапы отмечают, что по данным направлениям работа уже ведется. Вы еще торгуете левым алкоголем? Значит, мы идем к вам. Управление торговли ежедневно проверяет магазины и закусочные на предмет незаконной реализации спиртных напитков. Результаты проверок докладывают главе курорта, а все материалы направляют в полицию. И, что важно, неусыпный контроль приносит плоды. Нелегалы сворачивают свою подпольную деятельность. Наша съемочная группа убедилась в этом, проехав по адресам, где уже раз побывали проверяющие. Шевченко, 269. Вина Кубани под замком. Но еще день назад при лавке едва выдерживали тяжесть фальсификата. О выявленном факте сообщили в полицию. И одного этого оказалось достаточно, чтобы прикрыть лавочку. Но надолго ли? Заняли выжидательную позицию? Может быть и так. Но магазин на карандаше городских властей. А значит незаконному бизнесу житья не будет. На Астраханской 51Б на первый взгляд ничего не нарушают. Разливают лимонад, квас и пиво. Следы незаконной деятельности прикрыли занавеской. А под ней все те же якобы вина Кубани. На деле отрава. Не рискуйте здоровьем. Ленина 141. Магазин Гурмания. Стыдно должно быть хозяину заведения. День назад бутылки стояли рядом с игрушками, мороженым и хостоварами. После проверки полки опустили. Опустили они и в мини-маркете на Ленина 178. После приезда главы курорта и полиции. В таком деле, как борьба с фальсификатом, пустые полки в магазинах. Хороший результат. 13 первых мест заняли самбисты четвертой спортшколы на прошедшем открытом первенстве города-курорта Анапа. Всего на турнире было представлено 5 спортивных школ нашего города. Основной целью соревнований являлся отбор сильнейших атлетов для дальнейшего участия в первенстве Краснодарского края. Борьба проходила в 9 весовых категориях у юношей и 8 у девушек. С марта по май на Кубани введен запрет на любительскую и спортивную ловлю рыбы. В это время идет нерест рыбы. Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по выявлению браконьеров и изъятию орудий лова. С начала действия запрета полиции уже раскрыто 6 случаев нарушений. По каждому факту составляются протоколы об административном правонарушении и направляются в суд. С целью обеспечения сохранности водных биоресурсов в крае, не допущения их уничтожения, предотвращения нанесения экономического и экологического ущерба сотрудниками отдела МВД России по городу Анапе, совместно со всеми заинтересованными службами ведомственной проводятся мероприятия на пресечении незаконной добычи и реализации водных биоресурсов. Особое внимание уделяется местам массовой несанкционированной торговли. 11 апреля 2016 года сотрудниками отдела исполнения административного законодательства отдела МВД России по городу Анапе проведены рейдовые мероприятия в районе рек Кубань и Старая Кубань, направленные на пресечение незаконного вылова рыбы. В ходе проведения мероприятий на одном из мостов через реку Старая Кубань выявлена гражданка, проживающая в селе Джигинка, которая с помощью запрещенного орудия лова, решетка, осуществляла незаконный вылов рыбы из реки. В отношении данной гражданки составлен административный протокол по части 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Орудие лова изъято, административный материал направлен в суд. На реке Кубань в районе Анапской водонасосной станции выявлен житель села Юровка, который с помощью сети пытался совершить вылов рыбы из реки. Однако данная попытка была пресечена сотрудниками полиции. Орудие лова было изъято. В отношении гражданин составлен протокол административного правонарушения. И еще немаловажная информация для любителей порыбачить. На нашем курорте вступил в силу запрет о ловле черноморской камбалы-калкана. Одной из самых ценных рыб для промысла. Причем исключительным местом, где отлов этой рыбы запрещен круглый год, является так называемая Анапская банка. Запрет действует с начала этого месяца. Сотрудники береговой охраны пресекают действия рыбаков, чье желание заработать сильнее страха перед законом. И к другим темам. Фестиваль культур завтра распахнет свои двери. Он пройдет в нашем городе уже во второй раз и будет посвящен Перекрестному году России и Греции. В рамках фестиваля будет организована работа круглого стола, участниками которой станут почетные гости, представители всех национальных культур нашего города, а также молодежный совет при главе курорта. Кульминацией фестиваля станет концертная программа с участием творческих коллективов, которые представят традиционные народные песни и танцы. Центр патриотического воспитания молодежи Ратмир и Управление по делам молодежи администрации города приглашают всех желающих посетить концертную программу, которая состоится завтра в Центре культуры Родина, начало в 14 часов, вход свободный. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова